МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала недели рестораном «Реальная кухня» руководит Анна. Занят сразу две позиции – управляющего и шеф-повара. Однако ее концепция «Вкусно и просто как дома» вызвала много недовольства и среди посетителей, и среди команды проекта. Не нравится участникам и стиль руководства Анны. Напряжение в коллективе растет, и даже верные друзья открыто выступают против ее политики. Не ваша позиция, понятно, Анна. В результате вчерашний день принес ресторану всего 41 тысячу рублей, а общая сумма выигрыша составила 2 миллиона 525 тысяч 600 рублей. Накануне вечером команда выбрала Валеру и Анну для поездки к детям в Центр здоровья. Руководить вместо себя на время отсутствия Анна назначила Александр. Как будут развиваться события дальше, узнаем прямо сейчас. Доброе утро. Доброе утро. Анна и Валера уехали к детям. За старшего пока что стоюсь я. Сегодня на мастер-класс к нам приедет Мирка Дзага, который покажет, как готовить настоящую итальянскую пасту. Я постараюсь сегодня сделать вчерашнее меню немножечко лучше. Вызвался грузин, полюсил в кузов. Да, да. Спасибо, Максим. С одной стороны, да, это был некий ход конем, дабы отвлечь внимание от того, как гасили Аню. Вчера, когда все разом начали нападать на Аню за то, что меню стрёмное, мы вернулись в кистоловские времена. Надо присмотреть меню просто и всё. Проблема в том, что это всё подавать нельзя в принципе. Это ужасно. Мне понадобятся два помощника, и это будет Максим и Кирилл. Это шанс Ерина проявить себя перед пятничным отправлением двух людей домой. Такая предсмертная агония. Остальные будут в зале, но я думаю, к этому времени Анна уже приедет и даст уже более ценные указания. Если всем всё предельно понятно, то пойдёмте встречать, значит, Мирка Дзагу. Ну, у нас такие управляющие, что у меня, ну, надо, чтобы всё было там так. Ну, ладно, там, ничего. Как хотят. Власть подходит к концу на второй неделе. В то время, как участники готовились к встрече именитого итальянского шеф-повара, Анна и Валерий приехали в детский оздоровительный центр, чтобы провести для детей мастер-класс по приготовлению канапе. Ребят, добрый день. Мы пришли вам показать пару интересных вкусных штучек. Кто любит кушать? Поднимите руку. Я. А кто любит вкусно кушать? А кто готовит с родителями дома? Ага. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, значит, у нас есть помощники. Отлично. Когда я увидела столько детей, сначала немного растерялась. Дети довольно взрослые. Села всё с ними прям. Стучала ложками по столу, как в детстве. Давайте сейчас мы с вами попробуем сделать бутербродики себе. Берите по кусочку хлеба. Берём формочку. Давайте на серединку кладём формочку. Давайте. И давим на хлебушек. Давим сильно, сильно давим. Селим салфеточку и сюда будем складывать своих зверюшек. Давайте. Такой у нас будет маленький зоопарк такой. Я ничего не делаю. Ребят, всё получится. Я хочу сделать его. Вообще здорово, такой позитив от детей сходил. Я так, как Аня говорит, сразу немножко с ними строго начал. Но, тем не менее, они очень слушались. Уже вижу, кто-то уже завтракает. Кто-то ест. Хорошо. Да, хлеб. Обедает. Обедает? Просто мы с дядей Валерой ещё не завтракали. Да, заканчиваем канапе. Валера сейчас нарежет колбасу. Я нарежу вам хлеб. Мы покажем, как собирать канапе. И соберём и начнём есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня к вам. Меня зовут Загу Мирко. Я сегодня буду показать, как готовить итальянские нёхки. Все знаете, что такое нёхки? Блюдо бедняков. Потому что ничего сложного. Картошка, мука, в принципе, там в любой итальянской семье всегда были. Картофель у нас мы уже отварили. Сейчас процедим, да? Аккуратно. Не надо сильно-сильно нажимать, что каликовин измешает. Я понял, окей. Он приехал уже со всеми причиндалами, с сумкой, ну, с заготовками. Поэтому нам мало понадобилось времени на всё про всё. То есть он с собой привёз даже муку. А какое самое популярное блюдо на сетеле? Есть паста а-ла-норма. Это что такое? Это паста с сандро. Знаешь, нет? Да откуда он знает? Он вообще итальянец или нет? Меня с этой культурой никто не ознакомил. Но он прожил всю жизнь. А почему имя Сандро? Бабушка назвала. Такой он интересный, весёлый. Хотя меня пытался сначала поджучить, как-то там меня задеть, зацепить. Берём, значит, кусочек огурчика один, кусочек огурчика второй. Бескладываем огурчики, вот так кладём. Сверху колбаску. Всё, раскладываем сыр на наш бутерброд. Кладём сверху то, что мы вырезали. Давайте. Поготовили канапе, бутерброды там. Ну, мне кажется, всё прошло замечательно. Всё здорово. Можно вам просто подарить? От всех нас. Поворачивайся. Открывайте глаза. Поклопаем, ребят, тянем? Пойдём. Пойдём. Вау. Это вам. Ребята, откуда вы узнали, что я обожаю плюшевых медведей? Они подарили мне медвежонка. Это было так мило, я чуть, ну, реально прям растрогалась. Почувствовала себя ребёнком. Ребят, вам всё понравилось? Да. Всё было вкусно? Да. Интересно? Да, да. Было приятно с вами пообщаться, поработать. Спасибо вам большое. Поклонность друг друга, как я, вообще. Потрогайся. Она должна быть влажная. А вот эту, наверное, надо убрать, да? Не, не, не. Не надо? Не надо. Можно? Вы же скажете, что однородная должна быть. Он, правда, всегда мешает. Работа. Я же вам говорил. Он всё делает не так. Мирка цеплял постоянно Олесю и меня. Он нас выделил как таких героев положительных, которые постоянно вступают в какие-то конфликты. Не знаю, мне понравилось. Аккуратно, Сандро. Как с женщиной? Да, это я умею. Ага. Незаметно. Машел. Ну, здесь просто нет достойной женщины, чтобы я показал. Нет, ну, это женщины для других мужчин. Он нас не считает достойной. Это как подруги может быть. Я на кухне всегда говорю, нет, женщина и мужик, только поворот. Да-да-да. Но надо уважать. Где живёшь и работаешь, там нельзя вот этим заниматься. Мы об одном поговорили, о другом. И вот всё, что-то мы сводили к женщинам, как нужно к ним относиться, ещё какие-то моменты. И это всё вот как-то пришло к тому, что он говорит, да, Сандро есть понимание к женщинам. Хочешь попробовать? Да. Давай. Продолжай. Кто хочет? Я. Давайте. Нежно, нежно. Видно сразу, раз, мигмит мужчина и женщина. У женщин более нежные руки. Нежно и ласково. А мужчина сразу нажимает, нажимает. А мужчина льёт, не лёгко. Надо крутиться, понимаешь? Женщины тоже, они любят не сразу нажмать, а крутить. О! Откручивать. Ну, меня немного засмущала в этом плане Мирка, потому что она сказала, что я не нежная, я грубоват. Мне от этого стало неловко, потому что я начал думать не о тесте, которое мы начали лепить, а о женских достоинствах. Слушай, у меня возникла такая мысль, если я выиграю эти три миллиона, я один миллион этим детям подарю. Ей-богу. Я в таком же фонде состою в Хабаровске, и я бы им всё-таки отдала свой миллион. В общем, договорились. Если кто-то из нас выигрывает эти три миллиона, один миллион отдаём этим деткам. Окей? Окей. Всё. Зачёт. Аня меня поддержала в этом направлении, потому что она уже сталкивалась с благотворительностью. Я как бы, ну, большие суммы не жертвовал никогда в освободениях. Так, чем мог, тем помогал нуждающимся. А здесь именно что-то так проникся. Мука, шут, и вот так берём. Потом я фонарь, бабушкин работа. Берём и через тёрку. Лоток есть, где их класть? И здесь тоже очень аккуратно. А здесь... Мне попробовать. Пожалуйста, Александр. Всё для вас. О, у тебя получается. А, то. Я где родился. Аккуратно. Стой, 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 стреляй. Стой, стой. Сейчас вас стреляют. Первый очередь. На. И мука. Сейчас зверьку чуть-чуть, чтобы... Когда ты их порезешь, они не будут прилипать. Мы шутили, забавлялись, какие-то там игра это была с этим тестом. И он так всё это в шутливой форме, но очень хорошие слова говорил, приятные. Они так серьёзно, они, по-моему, там, похожи на муж и жена. Да, да. Нету? Нет? Я не знаю. Есть, да? Да, да. Фактически, да. Понятно, видно, видно. Один красный, другой тряст. СМЕХ Не обязательно же, чтобы муж и жена просто, когда люди понимают друг друга, наверное. Это так получается тогда, когда работают синхронно, только тогда, когда друг друга понимают. Когда они подняют вверх, они готовят. А вот, видишь, как? Сколько времени? Быстренько. Ещё. И как медленнее катали. Можно ещё быстрее. Терем немножко свежий пармезан сверху. Поливаем наше шелфей. Нёгкий буре сальвия. Смотрите. Мы их быстро налепили, поржали. Вот сварили. Он сделал два соуса. Один шафрановый, второй томатный. Итак, у нас всё готово. Нёгкий буре сальвия и нёгкий ала-сурентина с помидорами моцарелло-бухало. Попробуем? Да. Поехали. Что скажет? Очень вкусно. Очень вкусно. Очень нежно. Мне по душе больше с помидорами, конечно. Мне тоже. Вот это пришлось... Ну, это разный вкус. Мне очень шалфейн нравится. С шалфеем соус. Я знала такие соусы, но я его разбавляла немножко бульоном, от которого варились нёгки. А здесь чисто масло с шалфеем немножко мне казалось такой рожноватый. На здоровье. Готовьте сами, оставьте себе в меню один день в нёгке. Нет? Буду ставить? Да. Спасибо. Спасибо большое. Давай. Удачи, ребята. Счастливо. Пока-пока. Привет. 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 У нас новый участник. О, ещё один кем появился раз, да? Чё она с Мишкой приехала? Вот мне дети подарили Мишку. Да я бы никогда не взял... Я бы сказал спасибо большое. Как можно было у детей забрать этого Мишку? Зачем нам в ресторане Мишка? Встретили нас очень хорошо, да. Все слушались. Ребята прям супер. И когда вот мы с Валерой обсуждали это всё, поднялся, да, такой вопрос, что если бы кто-то из нас выиграл, да, эти деньги, то миллион мы бы пожертвовали бы этим детям. Слишком рано мы начинаем подарки делать. Да ты встань сначала нормальным руководителем, заработай хорошие деньги. И потом, пожалуйста, и благотворительность тебе. А как можно с того, чего ещё нет, братья уже раздаривать миллион она определила? Слушай, о чём вообще речь? Директор сам вечный долгар. У неё сейчас 10 миллионов долгов. А куда она делала интересные деньги, которые ей выделяет государство, что она влезла в такие... Государство не выделяет, это не государство. Завтра приезжайте. Что это за бред? Я, конечно, долго терпела, но потом Аня сказала, я говорю, Аня, ты, конечно, ну, извини, но надо понимать, что победитель один, и то, что вы там куда-то приехали сегодня, вас там обработали, так конкретно причём. Ну и вы всё-таки пришли, и давай нам тут это всё заливать. Я говорю, ну чего, я говорю, если я, допустим, выйду победителем, я этот миллион пожертвую туда, куда я посчитаю нужным. Мы сейчас просто рассуждаем. Это я не хочу даже рассуждать на эту тему. Мы сейчас дебилами будем выглядеть на всю страну. Говорить о том-то, что мы не хотим жертвовать миллион детям. Вот на что вы нас провоцируете, всё. Максим, ты бы не пожертвовал? У меня, может, тоже там есть какие-то мысли, но это только мои мысли. Если буду рассчитывать я, когда я выиграю, а выиграю именно я, вот, я обязательно пожертвую, да, в какой-нибудь фонд. Так, ребят, сейчас распределение. Саш, ты сегодня за су-шефа, ты вчера вызвался, хочу посмотреть. У тебя, получается, Кирилл на горячем, Макс на кондитерке. Ну, холодные закуски, кондитерский цех. Так, значит, зал на баре у нас Валера. Ни разу не стою, хочу посмотреть. У нас на этой неделе бармен выходил и выносил напитки в зал. Я чего-то этого не наблюдал. Нет, у нас три официанта было. У нас, когда вы выходили, нас всего двое было, поэтому, а тут трое. Давайте об этом потом поговорим. Всё, что Аня делает, и концепция, и меню, всё воспринимается в штыки. Понимаете, никто не пытается её понять. Она может быть словесно не блещет, там, дипломатией какой-то по своей простоте, но, тем не менее, суть её можно уловить. И у меня такой вопрос, кто из девочек мог бы сегодня встать на посуду? Давай меня. Встанешь? Да, встану, давай, давай. Вообще, я думала, конечно, что сегодня меня опять поставят в зал. Вот, но когда стали спрашивать о том, кто бы из девочек хотел встать на мойку, я сказала, что я, потому что в зале я уже устала работать. Зал. Олеся, Сандра и Татьяна. Старшая в зале сегодня Татьяна. Ну, всё, я думаю. Концепция не меняется у нас? Концепция не меняется. Домашняя квартира? Домашняя квартира, да. Спасибо. Есть вопросы? Нет, нет. Идите переодеваться, встретимся на кухне. Изменения, произошедшие с Анной за это время, пока она управляющая, кардинальные. Вот, она перестала смеяться, улыбаться. Я не знаю, что с ней вообще происходит. Не чувствуя особой поддержки коллектива, Анна жёстко взялась за руководство. И первым был вызван для серьёзного разговора Сандро. Я хочу, чтобы сейчас ты забыл все свои какие-то обиды, если они есть. Нет, обиды нет. Вот Саша взялся защитить мою концепцию, мою меню. Я хочу, чтобы ты тоже пересмотрел к ней свои отношения. Я буду тебе благодарна. Тем более времени у нас осталось очень мало, и валить я тебя не собираюсь. С тех пор, как Анна стала управляющим, всё изменилось. Очень она стала перегибать палку. Она вот это поймала, звезду, что она управляющая, что может она нахамить, нагрубить. Она реально изменилась. Я не вижу, чтобы она смеялась, как она смеялась раньше. Анна раньше была другая. От моих действий вы не страдаете, а я от ваших, от всех, от вас от всех страдаю. Потому что вы себе затаили злобу, вы затаили себе какую-то обиду, и вы меня на голосовании всё сливаете. Я тебя услышала. Не факт, что я тебя послушала. Я понял, конечно. Но я тебя услышала. Давай. Давай, и не буянь там жали. Нет. Сандро боится красной трубки, чтобы звоню Араму Михайловичу и скажу, всё, Сандро меня достал. Он поэтому себя сдерживает. Ребят, какая готовность на кухне? А ты кто, чтобы перед тобой отчитываться? Я старший официант сегодня. Ну вот, когда придёт время, ты узнаешь. Слушайте вы его больше. Макс, нам твоя подружка заходила. Сказала, что она сегодня старший официант. Говорит, что устала и очень хочет в Сочи. Нет, она минимум через неделю поедет. На эту неделю у нас другие претенденты. Хотят домой. Ну, команды нет. У нас есть Макс и Сандра. Вот они вдвоём там облизывают друг друга с утра до ночи. Два друга, две подружки. Вот, есть. Как бы все остальные. Ну, я всё это допил. Кого ты собираешься допить? Из жада. Да. Я тут несправедливый коллективчик. О, всё это да. Кажется, Сандро, несмотря на то, какой он вот человек, да, он не будет так же делать гадости. Он не будет вот этой гнилью заниматься, которой будут заниматься все остальные. Он будет до конца играть по-четному. Александр, как у вас готовность? Сандро, я тебе сейчас отвечу. Я просто не хотел бы сегодня... Я просто не хотел бы твой голос в течение 40 минут вообще слышать, Сандро. Валера, поставленный Анной на бар, решил изменить свою позицию и попроситься на другую должность, сославшись на плохое самочувствие. У меня каждые пять минут чиха лезет. Правая сторона вообще жесть. Блин, я так хотела тебя на баре посмотреть. Ну, а что я на баре? Ну, такой же, в принципе, как и на горячке, только в другой одежде. Я буду что-то отливать или рассчитывать, или общаться с этим человеком. И меня вот это... Извините, я сейчас... Ну, если ты не уверен, хорошо. Позови сейчас Женю, тогда скажи мне быстро. Если мне удастся сейчас с кем-то законтачиться и через Арама куда-то устроиться, к какому-то... А, ты вон как все цельно... Ну, я, по крайней мере, хочу куда-то изнутри попытаться посмотреть, что творится, и... Ну, больше, конечно, я же не вижу себя 24 часа стоящей на кухне, я вижу себя управленцем. Женщина, смотри, я вас с Валерией меняю местами. Что, я... А кто я, на баре? Да, потому что Валера плохо себя чувствует. И рокировочку сделаем с тобой, это не профи? Да, я не против, я не буду. Хорошо, то быстро меняйтесь. Вставай за бар. Я простыл сегодня, на самом деле, поэтому я попросил Аню поменять меня с бара на мойку, хотя на мойке вода, но, тем не менее, я знал, что я там буду минимально мешать процессу рабочему. Слушай, вот мне реально стало как-то не по себе, когда мы предложили, да, ребятам про деньги, про выигрыш и про детей, как-то вообще реакция, мне кажется. Ну, видишь, здесь сыграл большую роль фактор, что нам они не поверили нам, понимаешь? А это думали, что мы где-то были и покушаемся на общие деньги, понимаешь? Мы с тобой просто искренне хотели детям помочь. У каждого, я не исключение, сидит внутри жаба. Каждым днем ближе к призу, я думаю, что у некоторых эта жаба уже все съела внутри, поэтому вот так эта реакция, негатива это и выходит. Ты расстроилась? Да, если честно, это вообще неприятно стало. Ну, потому что твою истинность и позитив не все понимают и принимают. Ты услышишь только вот, понимаешь, а никто не видит дальше. Не, ну, странно, та же Олеся, она моя подруга, она меня уже сколько мы общаемся, и общаемся очень близко. Сколько у вас ссор было, вспомни, Доми? Сколько раз ты уже кричала? Приходила, потом я это ссор. Даже оцор обзывала. У нас с тобой что на кухне много общего, ну, что видишь, по взглядам на вещи много общего, поэтому мы с тобой сошли со мной. А там посмотришь, я говорю, давай вот уже тут осталась финишная прямая, давай дойдем уже с высоко поднятой головой, я считаю. С Валерой у меня все хорошо. Я надеюсь, что это не пока, что будет действительно честный, красивый, крутой финал. Никто никому нож в спину не воткнет, и действительно справедливо. Друзья, у нас минус один игрок, Валерка кашляет. Мы же все друзья, да? Валера встал на бар, он эту позицию не знает, поэтому он резко заболел. Его тут же поставили на мойку. На мойке у него все прошло, он уже не болеет, сейчас у него все в порядке. И наемся, и работать не захочу. Он будет растрясти немного. Растрясти вон своих официантов. Нормально, они все сделали. Что, как Макс? Макс нормально, он вообще работает. Ну я практически всю кухню подготовил. Макс не спорит с тобой? Нет. Спокойно? А что ему спорить? Ладно, Анька, я побегу на самом деле, у меня куча нет. А, смотри, Саша, Саша, Саша. Если Макс будет спорить, ты знаешь, что делать. Покажи, что ты хозяин. Я надеюсь, что вы любое мое решение поддержите. А что ты решишь? Игнать всех. И сделать финал. Ребят, все по позициям, сейчас гости зайдут. Добрый вечер, девушки. Проходите, присаживайтесь. Добрый вечер, меня зовут Сандро. Я буду сегодня ваш официантом. Пожалуйста. Позвольте предложить вам воду. Архыс – это горная вода действительно природного происхождения. Так, ну что, начнем веселиться. Запускай дискотеку. Диджей Бу-Бу проходит пару дисков пулемета. Ребят, заказ. Стол номер первый. Мясная нарезка. Ребята, первый стол. Внимание, заказ. Одна мясная тарелка, одна семга. Первым курсом. Первым курсом. Сандро, у меня здесь слой успокоитель. Давай сделаем так, чтобы мы друг друга не бесили. Ты лишний раз меня не дергаешь, я лишний раз тебя не бью. Окей? Ой, не смеши. Мои тапочки и так смешные. Сандро – это превосходный старший официант. Ну, на кухне ему не место. Он что-то делает хорошо, но нужно, да. Но, блин, у него вот есть вот эти заточки такие банкетного работника. Добрый вечер, меня зовут Сандро. Я буду сегодня ваш официант. А вы хотели взять стол? Свекровщик. Ну, пожалуйста, я вам вступлю. Кулинарный оргазм. Такое понятие использует небольшое количество поваров от того, что они прутся от приготовления всякой пищи. Добрый день. Меня зовут Олеся. Я сегодня буду вашим официантом готова. Сразу может что-то заказать из напитков, где я могу вам порекомендовать? Вы знаете, Олеся, нам нужно приезжать на этот стол, мы пришли просто к Сандро и хотим, чтобы он нас обслуживал. Если вам несложно, переставьте, пожалуйста. Я могу вам просто его сюда прислать. Необязательно пересаживай. Ну, если так можно, то пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Дамы хотят, чтобы ты их обслуживала. Иди, подойди, пристанься, они так ждут. И если раньше с Сандро были какие-то отношения, чисто отношения как между мужчиной и женщиной, такие предвзятые, да, с моей стороны, то сейчас уже я его рассматриваю уже как личность. Добрый вечер. Меня зовут Сандро, я буду сегодня вашей церкви. Мы вашей большей поклонницей. Да, спасибо большое. Сандро, вы знаете, у нас тут такая ситуация произошла, мы заходили сейчас в ресторан, и какой-то очень странный мужчина передал нам конверт и попросил его отдать Олесю. Никакой там H5N1 не послужил. Можно заглянуть, чтобы обезопасить Олесю. А это что такое? Да я не знаю, что это такое. Может, это какое-то проклятие? Ты первый взял в руки этот конверт. Я первый взял в руки. Это проклятие. Фотография вырезана, и там такой скелет. Еще, короче, прибили прямо вот в тазовой части кости, степпером прибили вот так полоску. Буква «Я». Кто-то решил, может быть, хотели меня задеть, но мне это очень весело, честно. Сандро, мне кажется, твои поклонницы ревнуют меня за тебя. А что там было на молотом? Перец. На поднестроение поднялось сразу, честное слово. Мы поржали. Когда вот девушки передают через меня, Олесе, вот такое, вы не думали о том, что это какой-то приворот и что-то тут страшное? И я что должен с ней сделать, с этой женщиной? Это вообще... Макс, что случилось? А как вы думаете? Черная метка. Вот это что такое? Это кокольки какие-то. Да. Ребят, ребят, скидься, Макс, пойдем со мной. Макс, пойдем со мной, говорю. Что это такое? Темга, я думаю, что это надо сохранить. Там что-то было налеплено на этой открытке, непонятно что. Надо сдать в химлабораторию, я считаю, эту открытку. Но это была прикольная шутка, мы ее оценили. Она нам подняла настроение еще минут на 20. Ань, подожди, что случилось? Надо булочки с вишней. Кому? Молодому человеку. Нет, мы не делаем. Саш, давай я решу, делаем или нет. Это бред сумасшедший. Как ты делаешь ее без вишни? А в чем проблема-то? Ну, сказать, что у нас нет. Я тебя слышала. Не получится никак. Саша, на. Ну, можно? Крошки с чем-нибудь. Хорошо. Сидит Аня и занимает сразу две должности. Это шеф-повар и управляющая. Не знает даже, что у нее лежит в холодильнике. Я редко ее вижу, что она конкретно решает какие-то там стратегические задачи с гостями. Вы хотите семгу, вы не хотите закуски никакие нашего? А в жарку? А еще можно в нем салат? Это все вам сразу? Семга, баклажаны плюс салат? Нет, это все. Все сразу, да. Все в одном. Вынос мозга, как я назвала его, там был просто полный неадекват, и они реально меня испытывали. Потому что съесть 15 или там 16, я уже сбилась со счета горячих, 5 человеком, это нереально. Ребята, я сейчас просто умру с головой. Ну, давайте, давайте. Не знаю, нарезать. Да, по холодным что-то, да, было. Ну, рыбу я не знаю. Почтите, что я свекровала? В смысле свекровала? Я могу что-то запрыть, я могу что-то... И желательно ничего не забывать. Тогда несите все, а я посмотрю, что вы принесете. Сразу все записывайте. Постоянно путали, меняли заказы. Горячее вычеркивали, потом добавляли, и получилась такая накладка, что долго, во-первых, из-за их вот этой путаницы, неразберихи. Так, я жду мои безумные столы, третья, четвертая. Там у меня семга, баклажаны, салат, еще раз салат. А, сделай мне еще салат, потому что вторым курсом у меня салат. Шесть салатов. Подожди, сколько у меня? Дай мне это. Четыре салата. Один, два, три. Четыре. Четыре, а у меня четыре салата есть. Все, четыре салата. Шефа, вы, конечно, меня извините, но можно вот за этот стол вам пройти и там это сделать? Нет, нельзя. Чему? Потому что я сама решу, где мне готовить. Я, по-моему, тебе не мешаю. Мясные нарезки у тебя нарезаны, в чем проблема? Вот, у меня здесь вот надо подойти и сделать. Что тебе, два стола мало места? Я на одном помещалась, вместе с кондитеркой. Ну, я пока стою на позиции, сам буду решать, где мне стоять. Пока я шеф, я буду решать, где кому стоять. У нас был конфликт с Аней, так как она подошла ко мне, когда моя рабочая поверхность была полностью подготовлена к работе. Я сделал как неудобно, она чувствовала себя, не знаю, там, полностью хозяйкой ситуации. То есть я на свой, как бы, ответ получил полностью враждебный настрой. Если я вам чем-то не угоден, можете меня сослать в ссылку. Нет, я просто не понимаю, чем я тебе помешала. Тем, что у нас сейчас идет сервис, ну, и какие-то непонятные движения тут происходят у нас. Ты будешь печь? Да, 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 сделаем. Слушай, давай я тебя тогда сюда поставлю. Саш, давай я сама решу. Я не вижу проблемы вообще никакой. То есть если шеф-повар чехвостит всех, то он чехвостит всех. Ну, и Максим, он любит пререкаться иногда. Есть две стороны медали, да. Есть характер отвратительный и профессиональные руки. И тут сложно судить как-то здраво, кто там прав, кто не прав. Ты мне скажи, ты начальник сегодня на кухне? Почему у тебя повар говорит, что мне делать и что тебе делать? Что ему так удобно работать, понимаешь? Он хочет чувствовать себя комфортно, простите. На трех столах аж. Ты считаешь, что нормально? Нет, все, я понял. Дисциплина, Саш, мне нужна дисциплина. Сейчас поправлю. Хорошо? Девушка, я очень извиняюсь, но Семга на кухне закончилась. Я не могу вам ее принести. Давайте туда двойную и жаркую. Подождите. Нас с вами шоу... Семгу с баклажанами. Мы с жаркой. Двойную тогда жаркую. Жаркую и двойную, да? И салатик еще один. Еще одну порцию салата. Пустите. Сейчас я отнесу посуду. Сейчас я приду к вам. Огромное количество заказанных блюд стало не самым тяжелым испытанием доставшимся Татьяне. Рассчитать ненасытных костей оказалось гораздо сложнее. Там общий, что ли? Да. Общий ком? А не, а нам надо раздельный счет. Нам с девушками раздельный счет. Ну, вообще раздельный счет. Просто предупреждать заранее, ребята, таких вещей. Потому что еще потом у вас до заказа всыпались ко мне, как в единую общую корзину. И сейчас просто расстрелить будет очень сложно. Просто мы каждый за себя хватили. Ну, я не знаю. Это вообще вашего счета. Да, как бы изначально. Это уже ваш минус на самом деле. Инцидент вышел, что сели все за один стол, дамы ели из тарелок ребят. В результате потом они казались не их дамами. Что само по себе странно, но я выдержала этот напор. Ребят, желательно, конечно, вы рассчитались одним счетом. Но для нас не желательно, для нас не раздельный счет. Нужно было заранее предупреждать официантки, что вам делали одежду. К сожалению, у нас никто не спросил об этом. Ну, ребят, если сдвигаются столы, то это уже говорит о том, что это общий счет. Притомщение, что мы говорили, да. Сколько бы столов не зли на миду. Когда пошла вот эта ситуация, развязка, да, что девушки ушли, парни остались. И парни отказываются платить за девушек. Я поначалу хотела как бы надавить, а потом начала вспоминать, что в ресторане, когда приходят гости, их спрашивает официант, как вас рассчитывают. Все поняли, что мы были реально неправы. Подождите, вы пришли вместе? Ну, и что? Как это и что? Вы можете посчитать, то, что заказал я, а мой друг и вот они сидят. Девушки все поели на 4 800. Если бы мы с удовольствием платили за всех девушек, у нас просто не хватило бы денег. Да, возможно, все. Поэтому мы платим только за себя. Такие вот мужчины пошли на Татьяну. Хорошо, мы сами за девушек заплатим. Ну, не вопрос, как хотите. Мы с чаевых заплатили, в принципе, эти же парни нам около 3000 чаевых оставили. Мама, она это вам за сало. Ну, и за счет других чаевых мне там тоже столик оставлял за спецзаказ. Все, то есть с этих чаевых мы оплатили, собственно, этот штраф. Давайте разберем вечер. Я думаю, вы готовы высказаться. Начнем с Максима. Сегодня были, конечно, и не очень приятные моменты, когда меня пытались подвинуть на кухню. Помоги, Олеся, пожалуйста. Я тоже не вижу, в чем проблема. А, ты тоже не вижу, в чем проблема? Ну, проблема в том, что я подготовил себе рабочее место, как бы, да? Ты подготовил себе рабочее место на полкухни. Анна, ты считала, что я какой-то отброс, начала меня двигать, ущемлять. Как это вообще могло произойти? Ребят, кто на кухне был? Вы считаете, что я ущемила в чем-то, Макса? Да, я ничего не видел. Может, он думал, что он будет шефом весь проект, но я не вижу его шефом вообще. Сержантом или прапорщиком. Но не на кухне. То, что я вас подвинула на 5 сантиметров... Нет, я попросил перейти на тот стол, который у нас был не задействован. Ты помнишь, как ты попросил? В ответ я получил, я делаю, что я хочу. Он очень в грубой форме попросил это. Шефа, вы, конечно, меня извините, но можно вот за этот стол вам пройти и там это сделать? Нет, нельзя. Ты мне стоял и мешал замешивать салат. Короче, бесполезно, да, я думаю, с тобой разговаривать? Ну, я свое мнение говорю. Хорошо, нет. Ты не хочешь слышать? Нет, я тебя слышала еще на кухне. Я считаю, что ты был неправ. Человек твердолобый. Не захотел принимать то, что ему говорит обычный повар. Остается все меньше и меньше дней. У меня с каждым днем все больше адреналина появляется. Поэтому никто и ничто не сможет выбить меня из колеи. Я считаю, что ты был неправ. Я тебе объяснила об этом на кухне. У тебя есть еще что-то? Ну да, ко мне приходили сегодня люди, которые болеют за меня. Мне было очень приятно. А я выходил к ним, фотографировался. Только это сглазило. Вот это все. Можно сглазить фотографируемся? Да, конечно. С ребятами? Да. Максим, иди с Максимом. Все-таки ты за него болеешь. Спасибо вам большое, Максим. Удачи вам. И вам удачи. Я ощущаю, что концепция у нас очень сложная. Поэтому гости очень призяты к нам относятся. Они прям сходу заходят. О, сынок, иди сюда. Мне приходится им расклад издавать, какой я сынок. Сын, это у нас концепция сегодня такая в ресторане. Домашняя обстановочка. У нас есть свекровь. Есть вот мама. Я все вижу. Есть дочь. А если не с сыном, что бы ты хотел, чтобы было написано на твоем бейджике? Отец. Да нет, отец не надо. У нас есть прекрасная форма для официантов. Я считаю, это дешевка прям выглядит. Да сам ты дешевка. Наш управляющий, слава богу, мне сегодня не сказал одеть этот убогий голубой фартук. Это кошмар. Я один день отпозорился в этом фартуке. Сегодня, слава богу, меня эта участь обошла стороной. Но ребята работали, продолжали унижаться. Олес, судя по тому, как ты фартук сняла, я поняла, что у тебя претензии есть какие-то, да? Мне просто он не нравится так же, как и Сандро. Я с ним полностью согласна. Я стараюсь ее не критиковать никак вообще. Хотя мне сказать много чего есть. Очень много. Если она к этой критике не прислушивается, как к работе над ошибками, которые надо провести, а все воспринимает на свой счет и обижается, психует и начинает орать. У меня сегодня был отличный день, потому что я встала за бар. Вообще пришли три девчонки, очень веселые. Что у тебя есть? Ты не шарлотку. Шарлотку, конечно. Это мучить. Давай, давай. Давай, сюда. Давай, курики. Возьмите разнообразие баклажаны. На самом деле здорово, что все пошли на встречу и свели общение с клиентами к минимуму. Я бы на баре справился, но это было бы им просто некрасиво. Тем более сидели три шикарных девушки, как я видел там, и хотели обильного внимания. А Сашка им дал это внимание. Саша совершает все те же ошибки даже на должность сосу-шефа. Я ему, Саша, Саша, где моя шарлотка? Саша, Саша. А он здесь на баре. Я сказал, твои шарлотки готовят. Саша, где моя шарлотка? Саша. И Аня уже. Саша! Девчонки могут тебя из клея выбить, да, Сань? Ты сегодня отлично выглядишь. Можно поторопать? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай, ты твой отлично. Давай. Я не играю с трубочкой, но давай. Давай. Теперь я его уже боюсь. Меня грела мысль нашей поездки к детям. Поэтому только благодаря этой мысли я продержался на мысли. Ты все думал, как бы лен. Можно я скажу? Ребят, вот реально, вы себя ведете очень некрасиво. Так что я сделала в смысле? Я смеюсь, потому что смешно было в момент. За счет того, что она сейчас в роли управляющего, этот смех ей кажется несерьезным отношением к ней и к работе. Орать она начинает публично. Я этого терпеть не буду. А я ее публично оскорблять и орать на нее не хочу. Начну с отрицательной информации. Вынос мозга был конкретный. На самом деле, я посчитала, было 40 позиций, передано на столы. Девушка, мне эспрессо и флюкинный морс. О, я еще мне эспрессо тоже. С флюкинным морсом вместе. Секундочку, эспрессо убирается, травяной чай и флюкинный морс на меня. Все, это точно. А мне поменяйте вместо эспрессо американо все-таки. Не понравилась шарлотка. Просто потому что она тебе в самом начале не понравилась. Можешь прослушать запись, дорогая моя. Когда это я все стала дорогая. Не попутала ничего там. Я не попутала. Максим, во-первых, у нас есть санкции штрафные за несоблюдение субординации и корпоративную этику. А назвать меня дорогой при всех, это нормально? Ты себя слышишь со стороны, Максим? Максим. Ты разговариваешь, во-первых, с девушкой. Если я на тебя звала дорогая, это не значит, что я хотела тебя обидеть. Это интерпретация. А, интерпретация. Я не люблю, когда со мной интерпретируешь. Хорошо, с дедом будем мы не интерпретировать, а бить правду. У него старческий мороз. Давай, давай. На разборе полетов у нас очередной бред. Неуважение идет к нам. В первую очередь от управляющего. Человек стал перегибать палку. Все равно все молчат. Никто на этом акцент не делает. Не знаю почему. Если бы я в своем управлении хоть одно слово обронил, я представляю, чтобы из-за этого всего раздули. Сандро, я еще раз замечу, что ты смеешься или разговариваешь во время того, что кто-то говорит, я тебя просто выгоню в челлаут. Тебе серьезно говорю. Я вообще не понимаю, что я вообще должен делать. Напиши мне расписание, во сколько я должен улыбнуться, во сколько я должен перестать улыбаться. Ты, пожалуйста, с уважением относись к людям. Ты сидишь вот серьезно, как ребенок маленький себя ведешь. Я можно скажу о приятном сюрпризе? А, давай, дорогие. Привет, я дал, действо на письме. Здравствуйте, Татьяна, пишет мой поклонник. Не могу вас забыть, для меня на реальной кухне вы лучшие. Переживаю и болею только за вас. Никита, в ближайшее время вас ждет сюрприз. Так трогательно. А мы не будем письмо Олесина рассматривать? Это Сандро, поклонница. Покажите, покажите. Мы выходили сейчас в ресторан. Какой-то очень странный мужчина передал нам конверт и попросил его отдать Олесе. Ты, тварь, его сохранил, да, из помойки достал и сохранил. Пусок. Я не знаю, каким ядом тут набрызгано. Нарисовали какие-то здесь страшные вещи, всю Олесю истыкали. Сидеть, ломать голову, кто это, что это. Пусть один на один выйдут со мной, там посмотрим, кто кого бояться должен. Я стоял сегодня на бане, скинул пару килограмм. В поле я начал програться. Килограмм, да. В принципе, надо просто как-то, я не знаю, уважительнее относиться, если Саша был на роль Олесу-шефа. Я говорю про Макса. То есть Макс спорил постоянно с Сашей? Да нет, не спорил, споров никаких не было. Потому что когда Макс был шефом, если у шефа было все наоборот. То есть Макс плохой исполнитель. Иди порядок. Где у меня беспорядок? У меня в процессе все идет. Пожалуйста, Макс. Ты уволь меня, Сань. Зачем мне тебя увольнять? Я тебя прошел порядок. Ты же когда меня просишь, я же делаю то, что ты меня просишь. Я сейчас буду делать, я сейчас вешу, у меня заготовки мне надо сделать. Есть моменты, когда проще сказать, да, шеф. А что, я мало говорил два года, да, шеф? Да и сегодня я вообще не говорил, да, шеф. Сегодня, когда Александр работал, я слышал, что Макс спорил, а шеф. Слушай, у Макса нет своего языка, простите. Нет, я слышал со стороны, я сказал, почему не могу сказать. Кухня, внимание, два салата. Да, шеф. В чем у тебя проблемы были? Ты не мог сам принять решение? Нет, мне нравится сама должность шеф-повара. А тебе нравится должность шеф-повара? То есть, если я просто назову тебя шеф-поваром? Нет, просто называть, вот, она должна быть. Тебе нужна власть полная над кухней. Над миром, да. Он говорит, если была полная власть, он бы там, хоп, заткнул меня там. Да это полный бред. Макс, вот ты в первую очередь разлагаешь дисциплину на кухне. Я разлагаю дисциплину на кухне. Да, это мое личное мнение. Плесень. Почему ты сегодня все отдавался хорошо? Отдавалось это все благодаря Саше. Ну, значит, авторитет-то есть, получается. Ты меня не слышишь вообще, Саша? Да ты меня запутала уже совсем. Увидимся в Челлауте, идите переодеваться. Окончательно настроив участников против себя, властительнице Анне оставалось только подвести итог вечера. Во-первых, хочу сказать спасибо тебе, Саш, за то, что стоял мое меню. Да, не за что. И вообще заработали мы сегодня 70 тысяч 700 рублей. Ребят, у меня к вам вопрос. Могли бы мы отдать эти деньги детскому центру на строительство детской площадки? Конечно. Кто за? Да все за. Ну, это бред полный. Я не жмотка, и я неплохо отношусь к детям. У меня, наверное, просто по-другому мозги работают. Непонятно, какая там у них детская площадка эта долбанная будет. Я не могу верить людям таким. Я считаю это глупым. Я очень рада, что вы меня поддержали. Давайте поблагодарим друг друга. Таким образом, наш выигрыш составляет на данный момент 2 миллиона 525 тысяч 600 рублей. Я думаю, много мы не потеряли, все равно победитель будет один, а так мы хотя бы доброе дело вместе все сделаем. Хотелось поднять вам настроение все-таки. А вернись, как ты вот была какая-то, пришла такая веселая хохотушка. Вернись, деда. И у нас сразу пойдет. О, подъявол, а у тебя позелено. То есть ваши лица, это мое лицо, это верно, да? Ребят, реально хорошая новость. Мы все давно на нее напрашивались. Завтра мы все вместе едем. Караму Михайловичу в ресторан. Ура! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Я не стукачную форму докладу знаю. Анюта, давай с самого начала. Ты тоже стиляга? Да, я сегодня стиляга. Да, мой детка, мой диджей. Качай музон, давай быстрее. Я буду делать все, что я захочу. И пока ты будешь говорить о том, что у тебя ресторан, потому что ты вынужден готовить здесь, это будет саву. Что за фиткинограмма-то? Менюшки ваши, да? Что есть меню, то и жрите. Барга, вы моя офис? Я бы покинул такое изгледение.